Два бассейна, спортивные площадки и большой спортзал, искусственная гора для скалолазания, удобная для чтения библиотека. А самое главное – современные классы, оснащенные инновационной техникой. И это все в новой школе, которой нет аналогов нигде в Кыргызстане. Впрочем, скоро в этом учреждении появится обсерватория и условия для обучения детей с особенностями. Для них будут построены пандусы, отдельные туалеты и приспособлены под их нужды лифты. Впечатляет не только архитектурное строительство здания, но и ее стоимость – миллиард рублей. На основании заключенного договора «Газпром» должен был построить школу и передать на баланс мэрии города Бишкек. И данная школа по существующему меморандуму должна была быть муниципальной. То бишь, с принятием на баланс в образовании мы должны были определить ее статус через аккредитацию в Министерстве образования и назначение директора. Ну и, соответственно, предусмотрение средств в местном бюджете. Так кто же там будет учиться и будет ли школа платной? Этот вопрос интересует многих, ведь недавно перед сдачей объекта в эксплуатацию компания «Газпром» просила вернуть его на свой баланс, так как содержать такое инновационно-образовательное учреждение довольно дорого, и у мэрии на это нет средств. В случае же передачи в фонд «Газпрома» компания обязалась выделять 170 миллионов сомов в год. В случае передачи школы на баланс «Газпрома» с 15 июля откроется электронная регистрация учеников. После этого начнется электронное тестирование. Школа примет только тех детей, которые успешно пройдут его. 75% учеников будут оплачивать учебу, а вот льготную квоту в 25% планируется передать в мэрии. Из этого числа 10% составят дети из малообеспеченных семей, еще 10% – дети из ОВЗ, 5% отберут из победителей Олимпиад и отличников. Именно эти 25% учеников будут обучаться бесплатно. Итак, судьбу новой школы должны решить депутаты городского Кенеша, ведь формируют на бюджет столицы именно они. Депутаты сейчас совещаются. Я так думала, мэрия же не хочет же брать ответственность. Депутаты тоже, наверное, поэтому они сейчас решают этот вопрос. Территорию под пристройку мэрия выделила не крошечную, а целых 3,5 га муниципальной земли. Кроме того, взяла на себя прокладку всех коммуникаций, вплоть до строительства подъездных путей. Жители микрорайонов с нетерпением ждали, когда новое заведение откроет свои двери, ведь в южной части города практически нет муниципальных школ, только частные. И гражданам со средним и низким достатком приходится отправлять детей в другие районы на учебу. Но, видимо, у чиновников планы изменились. Мирим Кадырова, Талас Аманбеков, 5 канал. Мирим Кадырова, Талас Аманбеков, 5 канал. В этом роде кладка, 총 6 канал.